Ох, какие красотки Прям вообще 24-й Я нашел запорожец Тот, который стоял Его переставили в другое место Короче, мы в центре, на Литейном Выполнили заказ за наличку Но мне крупно повезло Был заказ с кэфом Мужчина приятный, с ним долго общались Но поездка очень дорогая, 1500 1500, 1500 1200 я чистыми получил Но мне дали наличкой 1600 Здесь кино снимают какое-то Какие-то старинные, какие-то Простолыпины или про кого-то там я писал узнает Вот, плюс тут в центре все перекрыто Сейчас африканский саммит Саммит имени Патрис Алюмунба Патрис Алюмунба Короче, я сейчас вот по центру буду двигать Короче, не знаю куда Просто куда-то, куда-то Мы движемся Движемся, 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 движемся Может, что-нибудь здесь прилетит Вот такие заказы я люблю Вот три таких заказа и хорошо И было бы шикарно Но, сами понимаете Не всегда так бывает, конечно Шоколадно Вот тут еще А, у нас уступились Мама дорогая Так сколько мы будем тут? А-а Это куда-то я, короче, еду А куда я, пес его знает Сам не знаю Плачем, едем и едем Я встал тут какое-то место Такое, не знаю, погонят меня Отсюда не погонят Что это такое, пес его знает Какие-то много брошенных тачек Вон какая-то Волга Там еще Там сзади меня Вон тоже брошка Блин, маслом воняет Я не знаю, что делать с этим Я уже этот фильтр и так ставил И сяк ставил И эту резинку И крутил, и вертел И маслом смазывал И чуть ли не знаю Короче, постоим здесь Я все-таки хочу постоять в центре Может быть здесь что-то прилетит Ну, просто тупо кататься сейчас На другой берег Опять этот зря тратил бензин А у меня еще бензин устал жрать Что-то много Слишком Прямо чересчур Не знаю, из-за чего это То ли из-за того, что у меня глушак такой То ли что Не знаю Надо этим лаунчем опять подсоединить Посмотреть Постоим здесь Может еще Полторашка уже на кармане есть Сейчас даже если еще один заказ Хотя бы рублей на тысячу Вот уже Нет, ну мы, конечно, сделаем больше Вот Ну и все равно Уже неплохо Вот я говорю Были бы такие заказы всегда, да А то, извините Когда ты едешь, грубо говоря Как вчера там на Этот, как он Получается На лесную За 700 рублей Ну Ну парень, правда, тоже говорит Блин, я что-то как-то Ну, они из Москвы Так дорого Я говорю Ну, потому что кэфы Можно было, конечно, не ехать Им, имеется в виду Ну Оказались нормально Ребята Ну, вдвоем они хотели ехать Я говорю, ребят Сорян Но вдвоем Тут нет Было бы два места Пожалуйста Вот Так что, ладно Ждем что-нибудь здесь В центре Сейчас еще этот саммит Все перекрыто Ну, как мне понравились Эти две Волги 24-й Ой, красотки Все-таки Что 21-я Что 24-я Все-таки вид имеет Никакой Нет, я понимаю Что я все люблю Ретроавтомобили Ну, вот я согласен С Лиен-МК Что Действительно Волга имеет вид Это такая Такие корабли Такие Ну, это, конечно, бензин Они там много едят И вообще Вон катается Видите Попарковать А мы Стоим Ничего Не нарушаем И при чем стоим Что? Правильно Совершенно Бесплатно Нашли, как говорится Место, где можно Ну, так Иногда можно в центре, конечно Поискать Тут местечки Где-то попарковаться Но не всегда, конечно Вот Я даже не знаю На какой улице А, на Советской На Советской На 8-й Советской Мы сейчас с вами находимся Вот Ждем здесь Что-нибудь Посмотрим Через мост Надо переехать С услугой грузчика Едем Там нас где-то Встретят Посмотрим, что повезем И куда И сколько будет стоить Погнали Очень неподъемная Очень И парень мне помог Потому что мне никак было Со второго этажа Я спустить Но благо, что там Есть лифт И я эту коробку Буду тащить Ногами Потому что Нахрена мне надо Там он говорит Килограмм 10 Я говорю Да мужчина Ну какие 10 килограмм Вы прикалываетесь что ли Надо с собой Иметь электронные весы Там не 10 Там 40 Минимум Кило Так что ж такое Сейчас Не едут они Ну там не 10 точно И даже не 20 Потому что я таскал Две бутыли по 20 И то нет Там килограмм 40 Если не больше Кстати на коробках Должен быть написан вес Там какая-то маркировка есть Сейчас я приеду Соответственно И посмотрю Сколько там килограмм Ну явно не 10 Нет 10 это Ну что я 10 килограмм Не подниму Там килограмм 40 Халявят Халявят Знают заранее Что нельзя А по дешевке заказывают 1300 Ну косарь где-то будет чистым Нормально Ну 900 там скопил Ну в сторону едем Ну это Кудрово Кудрово К себе туда на район Так что здорово Так ну что завершили заказ Я не знаю даже сколько он получился чистым Сейчас посмотрим А 1400 даже он был Потому что еще было ожидание там мальца 1400 минус 300 1090 То есть косарь чистым Ну тоже неплохо Но Одна коробка была А пупеть какая Тяжелая Просто тяжелая Ее было вообще не поднять Там явно Как этот мне говорит Килограмм 10 Я говорю Молодой человек Как это Молодой человек Мы узкие Не обманываем друг друга Какие там 10 Килограмм 30 Не меньше Короче сюда я эти коробки Ногами толкал Эти-то две затолкал А эту даже ногами не затолкнуть Там килограммов 50 Было точно Ну я Ну что Ну меня же Как это Я понимаю конечно Что ни на Е Не проживешь Никак Не проживешь Да Соответственно Но я-то знаю сколько там И причем Там наклейка логотипа Это что-то из Китая Видимо И она вся стерта И посмотреть сколько там КГ невозможно Ну явно не 10 И не 15 И не 20 Потому что я и 20 килограмм таскал И 15 И даже 30 было Не такое тяжелое как это И что вы думаете Открывать дверь Вот такой вот битюк Который сам наверное весит Как 100 таких коробок Ну неужели Мать твою Выйти было не помочь Нет Я 500 рублей Вот заплатил За услугу грузчика Иди и тащи А перед этим Там вот на той же точке Стоял еще один Грузовой тариф Только средний кузов Ивека Или Ивека Или Фиат Что-то такого Там мужик работает с грузчиком Он сидит в тачке Курит Видосы смотрит А пацан таскает Не знаю То ли это его родственник То ли кто Но суть в том Что там грузчики Получают полторашку в день То есть он за полторашку в день Катает Гоняет эти коробки Я бы не стал за этим То есть как вы понимаете Какая ситуация Если брать средний кузов И брать с собой Какого-то грузчика То он должен понимать Что он может заработать Полторашку в день Не то если будут заказы с грузчиком Нет значит Это чисто как подработка Вот ладно Все сейчас поедем К магазину Сейчас поедем К магазину Семишагов Я хочу купить Попить Немножко перед окнем И еще постоим на линии Потому что еще даже трех нет А у нас уже на кармане Есть денежка Ну это конечно Чем больше тем лучше Заказов Во вторник вообще не было Но я там На другом моменте заработал Вот Короче крутимся как можем Вон доставка Озон гоняет Вот Вчера тоже Не ну вчера прилично было И сегодня еще Ну сейчас короче Еще постоим конечно Еще полдня даже не прошло Вот А сегодня тогда пораньше Домой приеду Пожарю кабачки У меня лежит кабачок Чтоб он не сгнил Я пожарю кабачок Только единственное что Я не помню Есть ли у меня мука Вот И Что еще мне надо Сметану надо Я так и не купил Я короче Голубцы с майонезом Съел Мне лень было идти в магазин Ну и что-то еще О бомжара Какой на детской площадке А нет Ой господи Прости Это мужик просто Такой грязный Я думал он бомж А он просто грязный О какие люди Мать моя женщина Отец мужчина Бля Хомуха Кое-кого встретил Ладно Все короче Едем Прилетел заказик Короче едем На Руставели Везем мясо Куски такие огромные Ноги какие-то Свинью Какую целиком Ну что Все передо мной выскакивают Вот засранец Ты просто засран Баба даже Засранка Вот надо выскочить Передо мной Затормозить посредине Потому что мне Бляха Ухо влевая одна И насрать И что сзади люди едут Почему я-то должен Страдать от нее Не прятать И на другую Дождись Когда все проедут И едь Почему я так не делаю Короче Блин Я вчера ехал Под все светофоры попал Едем на Руставели Тысяча Ох пролетел Как смотрите КА-164 РУ-77 Засранец Еще один Тысяча шестьсот Семьдесят пять Грязными Тысяча Наверное Ну двести пятьдесят Тысяча триста Будет чистыми Слушайте Ну неплохо вам Хочу я сказать Очень даже неплохо Тутым сюдым Ну слушайте Все неприлично Получается Хорошо Обратно уже все Я думаю Что обратно Мы включимся Просто по кнопке Домой Так как бензин будет Короче Мне пятихатки Хватает ровно На один день Все Вот прям Тюденько в тюденько Жрать стало больше Намного Не знаю С чем это связано В общем На срубке Мне хватает пятихатки Но это десять литров На мой пробег Пятихатки Мне кажется Что на Шкоде Это было бы гораздо меньше Ну не надо забывать Что на другой транс Ладно Все Едем на Руставели Вокружаемся Включаемся По кнопке Домой Едем Потому что У нас есть Готовить Погнали Бабушка Привет Здесь у меня бабушка Живет Ну не знаю Живет она еще Или нет Ну как бабушка Ну это для меня Бабушка Жена моего Дядя Который Умер Я ее Замазала Бабушка Ой какие там тучи Там тучи Ой мама дорогая Вот тебе здесь Волку ходили смотреть Вот эта волка Приезжала на его патрии Ладно Едем все Короче Я не знаю В ресторан Вышли эти Ну так долго Полчаса они стали То они друг друга Подбрасывали вверх То еще что то Я говорю Ребята Я все понимаю Вам весело Я говорю Давайте вы сгрузите Вот это свое мясо Вот это В огромное количество Тушки эти ваши Я поехал Потому что Мне тут вам У меня от этого Минуты платного ожидания Мне как бы Ни холодно Ни жарко Поехать надо Короче я включил Кнопку домой Сейчас развернемся Тут конечно такое Движение дебильное Это гражданки Блин Вот Короче Можно конечно Быти и было бы Здесь постоять Там заправиться Сейчас Не хочу Все едем в сторону Эй Проедем Проедем Не хочу я здесь стоять Уже я хочу Ехать домой Надо кушать Готовить Барсика Кормить Вот поэтому Едем Домой В общем Короче Ребята Всем привет Я сегодня Проспал Утром Был Ну и всю ночь Шел сильнейший Ливень И дождь Ой Ливень И ветер Я проснулся Время было Где-то Без 28 Думаю Полежу Еще немножко Полежал Проснулся Без 20 12 Пока встал Пока поел Тудемсюдынс С зубом Там опять Началась у меня Хрень Ну сейчас Все решилось А вот Короче говоря Пока я ел Пока тудемсюдынс Пока с мамой Разговаривал Вышел Времени Уже час С лишним Думаю Ну уже особо Роли это не сыграет Тем более Я сегодня Хотел еще и Вечер Воехать Вечер Вот Ну не знаю Посмотрим Как получится Вот А сейчас Я иду на почту Мне пришло Письмо Административное В принципе Штраф Вот этот Я уже заплатил За проезд Запрещающий Вот этот сигнал Да Но Почему-то Мне пришло Это письмо Я не знаю У меня было Один раз так Что мне пришло Письмо Я думал Что это тот штраф А это был Другой штраф Абсолютно И вот я боюсь Как бы мне не пришло Это от комитета По транспорту Потому что Как-то раз Я стоял в центре Я только приехал Стало разгружаться И меня Сфотографировало Ну Проезжал мимо Баркон И вот я не знаю Сфотографировало У меня или нет Но мне сказали Что 15 минут Можете стоять бесплатно Но это было С месяц назад Наверное В общем сейчас Я решил на машине Не ехать У меня бензина мало Я Надо на заправку Сюда сейчас будет ехать Я решил Пешочком дойти Думаю Какая разница Что я сейчас Встану на линии Что позже Пойдемте Сразу получим И заодно Посмотрим Новое почтовое отделение Как оно сделано Людям нравится Иду прямо нервничаю Дай бог Чтоб это было то Но мне что-то кажется Что нет Что-то где-то Я еще накосячил Хотя в принципе Штрафов у меня Никаких нету Приложений в этом В общем ладно Сейчас придем Посмотрим Заполнять Сейчас буду заполнять Здесь Здесь наверное Сейчас получим Куда Куда идти Тут наверное Надо талончик Так Получить письма Бандероли Письма Бандероли Получить Господи Ну письмо По 70 Прямо там Я распаковал письмо Фух Стало легче Это штраф Который я уже оплатил Я не знаю Зачем они мне его По почте прислали Его можно сейчас Прямо вот Сжечь Или порвать На мелкие кусочки И выкинуть Ну или оставить На память Но мне это не надо В общем Почтовое отделение Поменялось Оно стало Лучше Намного чем было Места стало Гораздо больше Электронные талончики И вместе С обновлением Мальчик Ты или пропускай Или тогда Уверенно едь А то заглох Сейчас будет Чуть на пешеходном Вместе с обновленным Почтовым отделением И поменялись Весь персонал Видимо решили Смахнуть Весь старый персонал Потому что он был Вообще некомпетентен Этот персонал Они просто ужасные были Они не хотели Ничего никогда делать Они все время Делали Это все с каким-то Такой напругой Знаете Типа Сейчас Посмотрю Один раз Искали мне письмо Судебное Искали 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 Там какая-то бабуля Она еле Еле не ходила Чуть такое повесили Какие-то банки Чуть такое Банки какие-то привязали Это что такое Короче говоря Искали Искали В итоге Они это мое Письмо Письмо так и потеряли Из-за этого Я не попал На суд В общем там Проблемы были Помните У меня были Такие влоги В общем Короче говоря Здесь вроде как Все быстро Нажал Получил Все пришел Во втором почтовом отделении Я не был Там где у нас Отправляются посылки Здесь у нас Получают пенсии Получают эти самые Как они Конверты Ну мелкие Все теперь Можно получать Здесь А раньше было Идешь Одни посылки Надо здесь получать Другие С обратной стороны Это в этом Это в том Ну все Слава богу Я теперь успокоился Что это Этот штраф Никакой другой Можно смело Сейчас Заправляться И все Поедем Не буду я А то я шел У меня прям Уж это Мандраже Такое Прям Я кстати Пью Таблетки Успокоительные И что-то это как Слону дробина Мне они Надо что-то такое Что-то не знаю Может быть какие-то Ну пожестче Таблетки тоже пить нельзя Без указания врача Понимаете Я же не могу Вот рекламируют Там вот эти Новопассит Или что там такое Вот это Ну тоже уж не знаешь Купишь Там же имеются Противопоказания Надо сначала Проконсультироваться С лечащим врачом А смысл мне Идти к нашему Лечащему врачу Что она мне скажет Вот Ладно Посмотрим Ох ты Нифига себе Что это он там Что-то увидел Закричал Они ездят на этих Электровелосипедах Интересно Насколько им заряда Хватает Ничего себе И вот к ним просто интересно Они ездят на электровелосипедах Сколько же они в день Должны делать Сколько у них стоит Один заказ Что они умудряются Купить себе Такие электровелосипеды Это что выгодно Я насколько знаю В доставке Там заказы по 120 По 150 рублей Вот я смотрю Не знаю Сегодня у нас кстати Вот такой автобус На остановке прямо встал Это не ФАС по-моему Или КАМАЗ Что-то такого Что-то как-то эти Голубые автобусы Такие себе Ладно все Можно в принципе Не торопиться Сейчас потихонечку Ну я привык Я такой человек Что я делаю все быстро У меня даже мама Со мной когда куда-то идет Она не может со мной Так быстро идешь А у меня папа был такой Мы с папой Если куда-то идем Так мы быстренько Это уже потом Уже под конец Когда папа уже был в возрасте Уже в последние года У него уже нога там побаливала И он немножечко Вот мы здесь с ним Прям шли И прихрамывал Вот один раз Ему стало плохо И он очень так долго шел Ну это вот уже видимо Последний год Ему уже видимо Сердце вот это вот давило Уже было плохо А говорили же Что у него спина И вот он все шел Шел И так все плохо Еле-еле Он говорит Ты иди домой А я потихонечку дойду Я говорю Ну ты сам-то хоть дойдешь Дойду И вот уже видимо Сердце уже вот так вот О Что там О это это Вишня Вишня Но мы ее есть не будем О Яблоки Смотрите Вон яблочки Я в детстве помню Эти яблочки рвал И грыз Но сейчас мне грызть нечем А эти яблоки Очень кислые Они прям кислючие Это не ранетки Если что Ранетки только где-то там Где барнаул Вот там растут А это просто Какие-то забыл Как они Это не Антоновка Как-то мне говорили Как они называются Не белый налив Не Антоновка Маленькие вот эти Дечки Как-то они Что-то такого называются Но они очень такие Кислые Прям кислячие Кислячие Вон На этаже Там балкончик О, это окна Как красиво сделаны Эти цветочки Вот люди Столько цветов Выращивают Я не знаю У меня ни одни цветы Не живут Вроде стараюсь Как положено И поливать И все Они не знаю Не живут у меня цветы Они гибнут Не знаю Я даже Один раз Как-то у меня Взошли Какие-то Отростки И потом Жизнь сгнили Вот В общем Поэтому Сажать это Не для меня А вот мама Наоборот Она сажает У нее Вот у нее Легкая рука Она уколы делать умеет Поэтому Вот у нее Легкая рука Она у нас А, сегодня же Нельзя стоять Думаю Что-то как-то Сегодня Свободно здесь И вот тоже Пожалуйста Вот день Нельзя стоять И что происходит Ничего не происходит Здесь Просто пустая улица Ну максимум Может быть Подметут Но сегодня Что-то я еще Не видел пока Ну сейчас тут Чисто Что-то дождь был Мне кажется Что-то надо Только зимой делать Чтоб снег убирать Вот этих Понаставили Шаверменных А что-то Никого А нет Ну народ Зашел Обычно Мало Когда О, а теперь Они тут На перегонки Друг другу Устраиваются Ладно Сейчас вот здесь Заправимся Бензин везде Подорожал Там теперь Где я заправлялся В Кудрово Там он Что-то стал Еще дороже И теперь Разница В 40 рублей Я даже Теперь заморачиваться Не буду Воду мимо Там буду заправляться Нет Значит здесь Все так Дойдем Вот эта пятерка Стоит уже Не знаю Он наверное Видимо зимой На ней дрифтует И как ни странно Капот закрыт Никто не воровал У него аккумулятор Обычно аккумуляторы воруют Здесь нет Ладно Все Идем Сейчас заправимся И ставить на них Со всем рядышком Здесь везем На деловые линии 1070 рублей На кармане Но это грязными Яша там спишет Что-то Но налички мне дали Ну и ладно Очень даже Хорошо Он меня правда Так напугал Как сами На юго-западе Там говорит Заднише Я говорю Мне что на юго-запад Надо ехать Он говорит Не А просто я вчера там был Я говорю Ладно А вы где деловые линии Знаете Конечно Я 300 раз там был Правда машину Нагрузили какими-то резинами Резины какие-то Ну такие круглые Как в обмотке Ладно Рядышком Сейчас Везем Так Ну что Первый раз Здесь такая шляпа Здесь какая-то очередь Причем с этой стороны Мне непонятно Почему с этой стороны Когда С этой стороны Всегда был выезд А сейчас Они сделали Отсюда въезд На выгрузку В общем Бред какой-то Ладно Короче Что Стоим Ждем Ну Я сказал Клиент Если платное ожидание Будет А оно будет Соответственно Придется мне ему Позвонить И там еще сверху Мне Накинут Что-то Все ждем Юхарный бабай Ну только Что-то Какие-то эти А это По-моему Кто-то А это Из наших Кто-то Знакомых Людей По-моему Кто-то У нас Здесь где-то Живут Они Похожи Они Короче Кто-то из них Там Я смотрю Лица знакомые Короче Кто-то из них Тут Женится Ну вот Наши местные Оказывается А кто там Девчонка Это невеста Что-то знакомые Ну короче Ладно Советуем Как говорится Да любовь Так Ну что Короче Меня разгрузили Этот парень Мне предложил В понедельник Под халтуре Типа От них Ехать на обводный Канал Отвести 250 килограмм Чего-то Ну что-то Как-то не очень Мне хочется Вести 250 килограмм Это во-первых А во-вторых Надо узнать Сколько он За это заплатит Если он заплатит Косарь Нахера мне Это не надо Я и без него И так могу Съездить Закасать туда Вот Поэтому Ааа Я знаю Кто это Это короче У нас Это самая Многодетная Семья И вот кто-то Из этих сестер Они уже Взрослые Довольно И вот кто-то Из них женится Оказывается О, вернее Не женится Замуж уходит Вон оно Чего Я смотрю Что-то лица Знакомые Оказывается Вон у них Прям вечеринка Дети маленькие Уже Их много Тут У них Я помню Раньше Сколько это было Шесть что-ли Человек Или семь Что-то такого И вот они Сейчас все Уже все выросли Ну одного возраста И уже все Переженились Несколько раз Уже дети У них Так что Ладно Сейчас подождем Еще Если ничего не будет То тогда я Наверное Схожу в магазин Куплю Что-нибудь На вечер Приготовлю Поем И в ночь Попробую Сегодня поработать Сегодня хочу В ночь Выехать В пятницу Единственное Что мосты Будут разводиться Но может быть Что-нибудь Ночью будет Посмотрим По крайней мере Если нет То завтра Тогда еще Потому что Послезавтра День ВМФ Ладно Посмотрим Доблудился У нас тот Мальчик Такой Откуда он Такой взял С этой сумкой Наверное Его не туда Привезли Наверное Не туда Его прислушайте Тут целая Орава Тут еще И сотрудники Магазина Видимо Они все вместе Дружат Столько Народу Ну вот У нас Здесь Кафешка Самая Такая Рядом Никуда Не надо Потому что Какая разница Какой кафе Здесь А то рядом Никуда Ходить Не надо Вот Я все Хочу Как-нибудь Туда Сходить И Как-нибудь Я не знаю Может Попробовать Чем там Кормят Вообще Но у них Раньше Здесь Магазин Был А сейчас У них Кафе Надо Будет Как-нибудь Сходить Посмотреть Может Если Рядом Так Нормально Так Ну что Выполнили Мы Заказ Леруа Мерлина Приехали На Железнодорожный Проспект По Минималке Видите Какие Тут Хреновины Это Короче Я так Понимаю Какой-то Паркинг Но Это Такая Бредятина Это Вообще Такой Трэш Какие-то Эти Лифты То есть Получается На втором этаже Еще машину Можно Что-ли Ставить Или Что Не знаю Бредятина Какая-то Во-вторых Это Шляпа Какая-то Не знаю Короче Минималка Так И Мне Недоступны Заказы Проверите Проверку Личности Прошел Я ее Уже Все Так А что Не понял я Блин Вот это Задолбало Из них Еще не поступили Деньги Как комиссию Списать Так сразу А как Не поступили Деньги Я короче Не хочу Ехать в сторону Дома Потому что Там жуткая Пробка На обладарке А я есть Хочу Времени Уже Пол седьмого И у меня Дилемма То ли Стоять Уже До победного Или ехать Домой И потом Вечером Ну ночью Выезжать Перекусить Или что Я уже готовить Наверное Ничего не буду Ну уже вечер Сколько времени Может просто Сейчас где нибудь Перекушу Да и все Не буду я Заморачиваться Посмотрим Короче Пока здесь Постоим Там посмотрим Короче Ребзи Это как всегда Стоит только Вот переехать На другой район Теперь здесь Машин Куча А у меня Где я живу Нет машин Я короче Видите Хотел сегодня В ночь выйти Но поскольку Времени уже Восьмой час Я так понял Что я даже Домой заезжать Не буду Я сейчас где нибудь Перекушу И наверное Будет повыполнять Я думаю Что может быть Вечером Или ночью Будут Вот Ну барсик Я его В принципе Кормил Там у меня Сухой корм Если что есть Я думаю Сухой корм Съест Ничего Ему надо Все равно Меньше Если то Он что-то Много И еще Пока Постоим Это Бандуарда Тонет Совсем Прямо Она вообще Туда ушла Еще Они с ней Ничего не делают Она Затонет Нахрен Они ее Выставили За 22 Мульта Кто же ее Купит Я натонет Ужас какой-то Никто с ней Ничего не делает Я решил Короче На тот берег Переехать Потому что Отловить Ребята Ничего От слова Совсем Понаберут же Так А Гэть баба За рулем Господи Едет Между Двух рядов Не в среднем И не в правом Я на мост Съезжаю В правый ряд Она мне начинает Орать Благим матом Куда ты едешь Ты сама едешь Между двух рядов Ты что Ненормальная Что ли Или что Я не понимаю Ну это Штрындец Какой-то Ну так же Нельзя Сейчас надо будет Машину Переставить И наверное Схожу Сейчас к максону Если я езжу Вот на этой Камере контроля Перекрестка Меня и хапнули Заказ Стома напротив Самое тяжелое Это сейф Все остальное Легкое Сейчас машину Поближе Подгоним И закрутим Короче Ребзики Что музыка Будет играть Слушайте Только уже другая На этом играла Из новостей Слушайте Такая музыка Играет Хочется Это Ужас Какой-то Как будто Кто-то Умер Прости Господи Ужас Ладно Короче Зря я хавил Клиентов Меня еще на чай Оставили А сколько на чай Я не знаю Сейчас выйдем Она мне говорит Вам на чай Оставить В приложении Или на карту Конечно на карту Мне сейчас Пишут комиссию Зачем мне это надо Пускай лучше на карту Сейчас пойдем Посмотрим Сколько Девятый этаж Блин Сейчас выхожу Из парадной А там Короче Возле этого Лифта Коробки стоят Дежавю Я вроде Все загрузил Короче Мне на чай Оставили Еще сверху 400 рублей Прикиньте А я их Зря хавил Вот Вот За это Им респект Большой Таким людям Накосящий Листочкой Заплатили чай Нормально Все Уезжаем Тут у нас Уже Сейчас 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 Ребята О Ну и что Я говорил Свадьба Заканчивается Криками Сейчас еще Наверняка Будет драка Но они Вроде пока Кричат Только горько Они по-моему Только горько кричат Зашидись Так Ну надеюсь Ну хотя Вообще Свадьба Без Без Мордобоя Это как-то Меня не видно Совсем Камера Отрогнула Я на этот Я говорю Свадьба Без Мордобоя Это вообще Как бы В принципе Хотя Это мне кажется Какой-то Дурачок Придумал И все Следуют Этому Что Обязательно На свадьбе Должна быть Драка Не будет Драки Значит Ред какой-то Вообще На самом деле Чухня Какая-то Вот Ну что Стоим Еще ждем Заказик Пока Весь я поел Единственное Что барсика Надо покормить Ну Ничего страшного Я думаю Вон на улице Коты вообще Без еды живут И ничего Вот Ладно Что ждем Ну конечно Тачку парковать Возле кафе Это не очень хорошее дело Потому что Когда люди пьяные Они начинают Разборки устраивать Это потом В ход летит Все что угодно Вот Ладно Главное Чтобы дождя не было Но вроде больше не обещали Все Стоим Ждем Мы не торопимся О Нифига себе Прикиньте Скамейка Их же все В Москву отправили Очень классный Автобус Мне он так нравился Я не успел Я хотел на нем Поработать У нас в шестом Парке такие были Я думал Хоть попрошу Может быть У нас такие Должны были прийти Чтоб я на таком Я бы на таком работал Мне он очень нравится Нравился И сейчас нравится Но видите Всех увезли В Москву Они в Икею Ходили Такие бесплатные Ну А Этот по моему Нет Я не знаю Прервалось Там я записывал Все таки я был прав Люди крохоборы С соседнего дома Сейчас прилетает заказ Едет нас двое И велосипед Я говорю Нету в каблуке Два места Нету Вы не уедете Ни в одном каблуке Двух мест нету Это надо средний кузов Заказывать Они видите что хотят На малом кузове Велик отвезти Еще и вдвоем уехать Я говорю Так не бывает Заказывайте средний кузов А средний кузов Будет дороже По малому кузову Если в радиусе района Это будет где-то 700 рублей А на этом самом 1100 Они хотят сэкономить Сейчас они Это самое Закажут У меня опять этот заказ прилетит Я опять им позвоню Ну мне правда Там походу дело То ли за наличку То ли потому что Я еще не отъехал Мне ничего за это не капнуло Да и хрен это с ним Люди просто крохоборы Вдвоем хотят ехать Куда? В кузов только Если тебя посадить Так нельзя Вот так вот Вечером здесь часто Бывают заказы С этих домов Кстати Ну и хорошо Что я не взял этот заказ Потому что он был На Типаново А я не хочу ехать На Типаново И вообще Это было бы По деньгам Наверное 899 рублей Если не меньше Еще и две морды Наглых терпеть здесь Нет Вообще охренеть Ну правильно Они хотят сэкономить Они хотят И так им придется Кому-то на такси ехать А так соответственно Ладно Мы тогда отменим Я помню Был у Димона ролик Когда он работал В среднем кузове Когда у него Пежо был Вот этот боксер Он тоже здесь У рынка стоял Ему заказ прилетел С этого же дома А мы хотим ехать вдвоем Он говорит А у нас По правилам Ну у него два места было Но у него сидел грузчик И он говорит Да и не важно Хоть у тебя два места Хоть три По правилам сервиса Имеет право Ехать только один пассажир Это не такси У нас народ такой Понимаете Они привыкли Все на халяву Ну раз у тебя два места Есть визит Да там правила Сервиса есть Это то же самое Как заказы за наличку Заказ за наличные Значит наличные Не безнал Они переводом Можно Хрен бы ты с ним Но зачем ты заказываешь наличные А это вот эти вот Которые якши Они никогда карту не привязывают Потому что Вот ладно Я на всякий случай Сошел с линии Потому что вдруг Они передумают И один захочет поехать Я не хочу ехать на Типаново Я лучше бы еще одну Минималочку Вот здесь сделал По району И все Я не хочу больше ничего На Типаново ехать На хрен Мне не надо Притом я знаю Прекрасно Как Яша Насчитывает Он здесь так Насчитает А на другой конец Я пойду за копейки Не-не-не Не хочу Надо еще кстати Посмотреть Когда мосты разводятся Ну че рано Но все равно А Представляете Какие продуханы У них еще и заказ За наличные Вот Катабадзе Знают заранее Что Чтобы Вот видите Какие продуманные Продуманные Какие За наличку Зная Что вдвоем Их никто не повезет Чтобы можно было Отменить заказ И чтоб с них Ничего не списалось А если бы я приехал Вот так вот Ну не увидел бы И приехал Хорошо это вот здесь Через дорогу А если бы я приехал Ну как так то А твою мать А тут специально Так делать За наличку Правильно Чтоб не списывалось Ничего А человек поедет С другого конца Ну он едет Доставка Да газелина Вот у него два места есть Если он согласится Он повезет Нет значит нет А потом извините меня Везти велосипед В среднем кузове Ну это же А хотя с другой стороны Если ты закажешь И такси И это получится даже дороже Ну так вызвали бы Средний кузов И все И причем Люди я не понимаю Они что не понимают Что ли Что это тариф каблук Нету в каблуке Два места Я не знаю Ни одного каблука В котором бы было Два места По моему даже в этом В УАЗ карго Карго Там по моему Да нет Нигде нету Ни в одном каблуке Нет двух мест Это только газель Ну иногда бывает Что среднему кузову Дает малый И он приезжает По малому кузову И соответственно Там два сидения А вообще Я против того Чтобы люди катали Не свой кузов Если у тебя средний кузов Значит катай средний Если у тебя большой кузов Значит не надо катать Средний и малый кузов Катай большой Не надо брать Такие заказы Надо чтобы Яша Понимал Что средний кузов Значит средний Длинный Значит длинный Маленький Значит маленький А то получается Ты на среднем кузове Катаешь маленький Зачем это надо Вот и все Ладно Сейчас станем Посмотрим Уехали они или нет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Дальше Субтитры сделал DimaTorzok